Здравствуйте, я администратор форумов Тутбай, меня зовут Ольга Сытько. Мы начинаем цикл передач под названием «Пятнашки», в которых будем обсуждать насущные проблемы, которые обсуждаются пользователями на форумах, приглашать интересных людей. Если вы хотите принять участие в передаче, пожалуйста, пишите администраторам, модераторам форумов. В ближайшие 15 минут поговорим с ветеринаром Александром Полозом, который является участником проекта «Профи Тутбай». Александр, расскажите, пожалуйста, вам часто приходится помогать в выздоровлении животных? Часто, люди обращаются и на форум пишут, и по телефонам звонят. Каждый день фактически. Многие даже из других городов нашей страны, Солигорск, Ветлогорск, Витебск, пару звонков было даже международных, один из Израиля, один из Чехии, насколько я помню. Ну, просто приятно, конечно. Я даже могу вспомнить такую ситуацию, когда на форуме у одной из жительниц Соединенных Штатов Америки, вернее, не на форуме, она обратилась на форум, у нее рожала собака, и она просила у вас помощи, и вы профессионально подсказали ей, как принять щенков у собаки. Был интересный случай. Скажите, пожалуйста, какие животные живут в наших городских квартирах? Кого вам приходилось лечить? Самые разные. Ну, конечно, в первую очередь, кошки-собаки – это самые распространенные животные. А нестандартные животные бывают в квартирах? Нестандартных тоже хватает. Есть любители, скажем, содержать дома собаку, и одновременно, например, пауков-птицеедов. Порядка 20 террариумов с паучками. А как определить, что у паучка проблемы со здоровьем? Как диагностировать проблему? Ну, наверное, кушает, потому что реже, чем обычно. Ну, или чувствует себя нехорошо, малоподвижен. Ну, с пауками, с насекомыми всегда сложнее, конечно. Конечно. Есть, содержит еще змей самых разных, от простых удавчиков песчаных до ядовитых, типа кобра. Было пару раз. Очень необычно. Надеюсь, что кобры не убегают из террариума. Да, там замочки висят. Александр, скажите, пожалуйста, что должен сделать хороший хозяин для своей собаки, например, поскольку это очень распространенное животное, для того, чтобы собака была весела, здорова и приносила радость в семье? Ну, в первую очередь, любить, наверное, свою собаку, потому что, когда любишь животное, сделаешь для него все, кормление, содержание, обработки, вакцинации. Давайте поговорим о кормлении. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, собака должна питаться натуральной пищей, которую готовит ей хозяин, или кормом, созданным специально для кормления? Ну, есть, как всегда, два мнения. Но я придерживаюсь все-таки, я сторонник натурального кормления, то есть не готовых кормов, будь то сухие или влажные. А, на мой взгляд, никто не придумал и не придумает ничего лучше куска мяса, рыбы, птицы для хищника, который привык это есть и в дикой природе. Потому что корма, на мой взгляд, хороши для хозяина. Насыпал корма в мисочку, налил водички и, в общем-то, все довольны. А животному хочется чего-то вкусного, то есть разнообразие в пище. Собаки очень любят иногда прийти, там, огурчик поесть, морковочку, капусточку, ну, понятно, кашу, хлеб. В разумных пределах все это можно и даже нужно. Скажите, а есть ли такие продукты из обычного человеческого рациона, которые категорически запрещено давать, например, собаке или кошке? Ну, в первую очередь нельзя, естественно, необычные продукты, то есть те, которые животное не ело или давно, или вообще никогда не пробовало. Например? Ну, например, устрицы. Пускай какие бы они ни были свежайшие, но если их дать животному, и оно с удовольствием их покушает, организм просто может не справиться с процессом пищеварения и будет просто избавляться от этого продукта всеми доступными ему способами. Нельзя, конечно же, даже человеческие продукты, скажем, мясопродукты, где много специй, ароматизаторов, красителей, потому что животное как-то более активно все-таки реагирует на эти все химические вещества. Опять же, у них срок жизни все-таки немножко не соответствует человеческому, процессы обмены значительно более интенсивные, и просто на них это более сильно сказывается. Ну, и как известно, например, для собаки 400 граммов шоколада являются смертельной дозой, поэтому хозяевам надо помнить о том, что пищечеловеческой собаку лучше не кормить. Хочу уточнить у вас, вот те люди, которые считают, что надо кормить собаку искусственным кормом, говорят, что при натуральном кормлении хозяин не может обеспечить собаке тот набор питательных элементов, который должна получать собака. Правильно ли это? Ну, в какой-то мере да, но только если питание животного натуральными продуктами резко сужено. Например, кормят животное только почкой, как я говорю, и только левой. Если, скажем, нет разнообразия в пище, потому что самое важное – разумное разнообразие. Если животное получает и мясо, и зерновые, и овощи, фрукты, в общем-то, все даже белорусские овощи, фрукты, опять же в разумных пределах, кроме тех, которые содержат в своем составе эфирные масла, ну, типа укроп, перец, лук, чеснок, вот эти вот продукты нежелательны. Все остальное в разумных пределах при постепенном введении в рацион животному можно и нужно. Поэтому если рацион разнообразный и продукты самые разные, животное получит вполне все полезные белки, жиры, углеводы, микроэлементы. А по витаминам, если там недостаток или весна затянувшаяся, животное давно не получало солнечных лучей, можно подкормить и витаминками. То есть не обязательно содержать только на готовых кормах. А чем вы кормите свою собаку? У моего еркширского триера приходится кормить только натуральными продуктами, мясо, курица. Иногда рыбку хочет, колбаску, сосиску тоже как бы не исключается. Корма он не любит готовые. Просто иногда появляется у нас в доме готовая корма, и собаке насыпаешь, он смотрит, он просто не хочет. То есть индивидуальная особенность такая в отношении корма. А скажите, пожалуйста, как хороший хозяин может диагностировать наличие какой-то вдруг проблемы, например, у своего животного? То есть по каким признакам хозяин должен определить, что требуется вмешательство ветеринара? Ну, здоровое животное, всегда красивое и довольное животное. То есть оно хочет поиграться, хочет побегать. Ну вот как Сильвер сейчас. Да, как Сильвер, да. То есть он чувствует себя хорошо. Если же заметно что-то не то, то есть угнетение, отказ от еды даже, там, излишняя жажда или отказ от воды, не хочет гулять, то тут, конечно, надо уже начинать беспокоиться и понимать, что это может быть, конечно, просто перепад настроения. Как у человека, так у животных может быть сегодня хочу играться, завтра не хочу, дайте мне спокойно полежать, отдохнуть. Ну, в общем и целом, если это длится достаточно долго, день-два, естественно, тут надо беспокоиться, надо уже обращаться к специалистам, потому что, чтобы не упустить, потому что многие вещи могут начинаться, многие заболевания с легкого угнетения, а потом развиваться очень активно, и можно просто не успеть иногда помочь. Поэтому если хозяин наблюдает за животным, любит свое животное, то он всегда успеет помочь, обратиться, и все будет хорошо. Спасибо. Я слышала еще такое мнение, что никогда нельзя кормить собаку насильно, если она сама отказывается от пищи, что если собака любит хозяина, она примет из его рук любую пищу, и это отнюдь не будет означать, что собака здорова. То есть, если собака отказывается от пищи, то лучше ее не кормить с руки, а понаблюдать за тем, будет ли она есть в следующий раз. Это правильно? Да, заставлять не стоит. Опять же, если вернуться к кормам просто, животному может не понравиться тот тип корма, вид корма, которым мы пытаемся ее накормить. То есть, она будет напрочь отказываться. Если же животному нравится и хочется, есть аппетит, и нравится корм, естественно, уговаривать не придется. С другой точки зрения, если животное давно не ело, оно к чем-то больно, и оно находится на лечении, кормить, если это не мешает процессу лечения, естественно, нужно, потому что при длительном голодании нарушается, естественно, силы организма слабеют, и он просто не может бороться, и менее активно выздоравливает. Поэтому в разумных пределах иногда, конечно, надо заставлять кушать. — Скажите, пожалуйста, какие основные прививки, как и когда нужно делать животному для того, чтобы соблюсти все эти меры предосторожности, которые необходимо соблюсти хозяину? — Ну, вакцинация вообще вещь крайне необходимая, потому что города, особенно в городах, да и в сельской местности, в городах тем более очень скучно проживают животные и очень много случаев заболеваний, скажем, вирусных инфекций, чума, гепатит, энтерит. Иногда проскакивает и бешенство. Самое страшное заболевание вирусное, которое может быть передано от животного человеку, неизлечимое. То есть это... шутить с этим шутки не стоит, конечно. То есть вакцинировать можно начинать с полутора-двухмесячного возраста, маленьких щеночков, потом идет перевакцинация после смены зубов и ежегодно однократно. Крайне желательно, потому что если животное чем-то заболело и зная, что оно вакцинировано, можно спокойно уже исключать вот эти вот заболевания из списка возможных причин. Значительно легче диагностировать заболевание и лечить. Да и для животного, не заболев чумой, естественно, оно будет себя чувствовать значительно лучше, чем заболев. Поэтому обязательно вакцинироваться. Иногда люди говорят, что вот старое животное, 10 лет и больше, там, или беспородное, они не болеют. Болеют все животные. Бывают заболеваниями для собак, ну, конечно, если не повезло. Любых пород, любых возрастов, поэтому крайне желательно вакцинировать. Особенно, если животное выезжает куда-то на природу или ходит на улицу. Бывают, конечно, мелкие собачки, вот, яркширские терьеры, тойчики, шпицы, которые на улицу не ходят, смотрят в окошко, да, их можно против бешенства фактически не вакцинировать. Все остальные вакцины, обработки желательно делать, потому что любую инфекцию можно принести на руках, на одежде, на обуви. Те же обработки от глистов тоже крайне желательно один раз в полгода, ну, как минимум один раз в год. Давайте коснемся темы обработки от глистов подробнее. Очень многие люди боятся заводить собаку, потому что бытует мнение, что там, где есть собака, там обязательно дети заражаются глистами. Так ли это? И как можно предусмотреть эту ситуацию, предугадать? Ну, если своя домашняя собака, заразить своих домашних она не сможет. Если люди будут выполнять, все-таки, вот, хотя бы минимальные рекомендации по обработке животных. Один раз в год обработайте свое животное от гельминтов нормальными препаратами. Не надо медицинскими. Сходите, купите ветеринарную аптеку препарат, обработайте, и все будет в порядке. Потому что домашнее животное, которое хорошо кормится, которое содержится в нормальных условиях, за которым смотрят, оно, если даже где-то и, возможно, заразится гельминтами, там не будет такого бурного развития. Если же, конечно, появилось какие-то сомнения, ничто не мешает сделать дополнительную обработку. Но есть ли все-таки опасность передачи вот этой неприятной вещи ребенку в семье? Ну, теоретически существует. Поэтому животное, каким бы оно ни было домашним любимцем, все-таки надо соблюдать минимальные требования к гигиене и санитарии, в нос, в губы и, там, простите, с другой стороны тоже желательно не целовать. И мыть руки, наверное, да, после того, как ты покладил собаку, обязательно помыть руки. Естественно, после прогулки собаки лапы и все необходимые места помыть. И свои руки после общения с животным тоже перед едой или, там, все равно желательно мыть. Потому что, еще раз скажу, каким бы оно ни было трижды любимцем, все равно теоретически существует вероятность. Но если соблюдать все эти правила, мыть руки, то есть, как бы, вероятность, что... Вернее, есть уверенность в том, что домашние не заразятся, да, собаки, никакими болезнями. Да, да, крайне маловероятно. Это очень важно. Пояснение. А давайте коснемся темы домика для животного. Вот, например, принес хозяин щенка домой. Как он должен поступить в отношении домика? Где лучше выбрать место и какой домик лучше использовать? И нужен ли вообще домик? Может быть, нужно на диване собаку держать? Ну, на диване не надо, потому что, если вырастет большое животное... То потом в диванах не сгонишь. Потом будет хозяин спать в домике собачьем, а не животное. Поэтому домик надо сразу покупать большой на свой размер. Большой, да, двухместный. Ну, обычно, конечно, животное само себе выбирает место, где оно, скажем, спит. То есть, понятно, собаке предпочтительнее спать рядом с хозяином под одеялом. Но это допускать нежелательно, да. На полу. То есть, если животное выбрало себе такие места где-нибудь около дверей, входных дверей или где-то около окна, желательно, конечно, купить какое-нибудь место, желательно с бортиками, потому что в летний сезон нормально, а вот зимой, возможно, простудные заболевания очень часто бывают. Поэтому мягкий, большой, удобный, главное, чтобы он нравился животным. Потому что если он не нравится, или запах какой-то, или наполнитель, или еще что-то, животное просто откажется от домика, да, и он будет стоять просто в холостую. Поэтому как-то надо их, что ли, заранее познакомить, животное, с этим домиком. Ну, да, для мелких животных, там, для собак... Для котов, например. Для котов делаются самые разные. И большие, и маленькие, и на веточках, и на столбиках. Хотя, честно говоря, я редко, когда замечаю, чтобы животные с удовольствием там были. Обычно рядом с хозяином, или на подоконнике, или на подушке. Самое хорошее место, это место возле хозяина. Самое хорошее, теплое, мягкое, да, и спокойное. Спасибо вам большое, Александр. Напомню, с вами был ветеринар Александр Полос, и я, Ольга Сытько. Спасибо. Спасибо.